Доброе утро, мои дорогие. Ну что, растаял снег? Кот пришел есть просит. Мяу, мяу, подожди, я вернусь. Я вернусь и покормлю вас. Ладно? Ну, мяу, мяу, что мяу-то? Опять вот эти вот ветра, пасмурно. В общем, не люблю я такую зиму. Вот не люблю. Меня сегодня жизнь привела в городок. Гляньте, как он строится и строится. Это вообще такой самый большой магазин в Черноморске. Ну что, белого цемента нет. Городок весь перестроили, навезли мебели. Ну что делать? Куда ехать за белым цементом? Вы представляете это? Он стоит там что-то тысяча рублей мешок. И сколько мне еще за такси придется заплатить? Обои. Так, ой, тут целая очередь. Целая очередь. О, какой лапуся лежит в коробочке. Подкармливает. Ой, ну я вернулась. Наконец-то сняла эту маску. Господи, как же они надоели. Только у меня еще две маски. Перестраховщица. И так-то стараюсь с людьми, ну, чтобы не общаться. Вот. Вот что купила. Вот скажите мне, я ошибаюсь? Или это так на самом деле было? Мне кажется, раньше у мамы вот эти ведра уже все выгорали, становились страшные. И ничего им не делалось. Ну, если только зимой в Подмосковье там воду у них не оставят. Ну, они могли трескаться там от этого. Вот как я помню. Сейчас же, вот я летом только покупала два ведра и два таза. Все. Они какие-то настолько, чуть-чуть как-то не так поставил. Все, треснул. Черт-те что. Так, а заходила еще в магазин свой для творчества. Но это я вам покажу сейчас, что купила. Так, ну вот, что я нашла. Во-первых, я в этот раз не высылала посылки ни из Питера, ни из Москвы. И осталась я без стержней. Ну, очень хорошо, что нашла. Вот. И я помню, как понравились девочкам такие вот. Вот, листочки были только другой формы. Ничего, девчонки, не вижу. Тут у них появились вот такие. Ну, для сережек я не знаю. Нет, конечно, у кого шея лебяжья. Хо! Красота! А, ну, к сожалению, я думаю, я их, наверное, пущу на подвески в украшение. Такие вот три штуки. Они, конечно, красивые. Что и говорить, но... Хотя, если кому-то нужно сделать вот такие серьги с камнями, да еще вот с такими листьями, пишите, я сделаю с огромным удовольствием. Так. И что я еще? Так, вот это купила. Такие листики. Ну, это для декора. Для декора приклеить. Вот, может быть, какую-нибудь шкатулочку буду делать на днях. Вот. И купила. Появились молды, но... Молды вот одного вида такого. Маленькие. Видите, вот такие. Но нет самозатвердевайки, поэтому придется самозатвердевайку делать саму. Вот. Ну, в общем-то, и все. Вот. Купила картошки несколько штук, потому что мне ее, в общем, не сильно можно, скорее нельзя, но все равно надо сутчику сварить. Немножко хотя бы положить. Так что вот так. Очень жалко, что нет белого цемента. Очень. Я так мечтаю прямо о белом цементе. Потому что из обычного цемента не сделаешь такие более, скажем так, изящные, более ровные, не такие шершавые какие-то вещи. Но не знаю, что делать. В саке ехать за 100 километров? Не знаю, сейчас полазаю в интернете. Так что вот так вот я съездила. Так, сейчас вам покажу, что я сделала за последние два дня. Ну что, все-таки я наконец-то сделала вот этих кошек при Луне. С такими красивыми. Ну, это тонированный агат, понятно, потому что цвет-то уж такой. Но это камень. Это агат. Прям все как надо. Ну и вот сколько у меня было бусин. Остальное пришлось сделать с силиконом. Так что теперь кошки у меня висят как положено. Вот сделала такое украшение, девочки. Это натуральный коралл. Двухрядная. Но я еще не поставила замок, поэтому у меня, собственно, неровно все это лежит. Вот такие довольно мелкие бусинки. Некрупные. Эти вообще прям мелкие. Вот. А почему пока замок не сделаю? Я их сделала длинные. Ну вот 80 сантиметров, да? Сколько хватило у меня, да что ты, это... Сколько у меня хватило бусин, а остальное в силикон сделала. Но если кому-то вдруг нужно... Ну, не нужно такие длинные, а нужны двухрядные, но покороче, то я могу этот убрать с силикон и сделать просто вот двухрядные. Вот как они будут. Ой. Ну вот. Господи. Неудобно так одной рукой. Они будут короче гораздо. Вот. Так. Вот такое украшение сделала. Такое в виде галстучка. Вот. Тут тоже кораллы. Гавлит. И буквально несколько бусин из красного... Ой. Где вот? Из красного стекла. Тоже украшение длинное. Тоже, мне кажется, 80... Да, 80 сантиметров. Даже с лишним, наверное, почти 90. Я люблю такие украшения, которые хочется разглядывать. Где разные бусинки, разная фурнитура. Они такие... Ой, Господи. Скажите, я вам скажу, как это называется. Асимметричные. Они без застёжки, потому что они и так хорошо одеваются. Очень легко одеваются на шею, на голову. Ну, это вот то, что я сделала буквально за последние два дня. Он у меня резвится чудо. Такой смешной, Господи. Вы понимаете, он бежит и не успевает то ли сообразить. Прям раз головой в дверь. Или промахивается мимо ветки, мимо дерева. В общем, постоянно падает, сшибает всё, что можно. Ну, ладно. Вот я вам показала, что я сделала. Жду ваших комментариев. Ой, мои дорогие. А я сижу себе душу рву. Камни смотрю. Господи. Какая же красота. Хризопрас натуральный. И вот цена его. Ну, а прикиньте, фурнитура, работа, пересылка. Сколько же они стоят тут? Ой, ну как я люблю смотреть это. Или вот я, например, вот такой камень даже в руках не держала. У него одно название, что стоит. Одна бусинка. Видите, сколько стоит. А вон, смотрите. Мексиканская глазковая яшма. Три сантиметра диск. Штучка 140 рублей. А вот на это посмотрите. Окаменелый коралл. Ну, он тонированный, конечно. Понятно дело, что он тонированный. Но красотища какая. Ну, вот цена его. Ой, какие можно было сделать украшения. Господи. Это амазонит. Тоже цена-то. Смотрите, какой янтарь, девчонки. 46 грамм. Почти 47. Грамм 6900. И вот я могу эти камни часами смотреть. Все думать, когда же я разбогатею, чтобы покупать такие камни. А что-то никак не получается. Ну, какой янтарь. Тоже там что-то 37 грамм. Ну, видимо, качество другое. Поэтому цены разные. Да. Ой, просто сказка. Вот вы слышали когда-нибудь такое дерево? Патикан. Такие вот бусины из него. А вот это вот. Крэйзи агат. Октагон. Октагон. А у меня есть две такие бусины. И никак они у меня никуда не идут. Ну, вот согласитесь, да. Ну, такая расцветка. Они довольно крупные, две бусины. Они у меня так давно лежат. И никак. Никуда я их не пристрою. Серьги из них. Ну, они такие блёкленькие. Неяркие. Не знаю. Надо что-то придумать. Так что названия какие. Никогда и не подумаешь, что это Крэйзи агат. Крэйзи агат зелёно-бирюзовый какой. Ну, ненормальная женщина. Сидит, страдает по камням, да? Ненормальная? Да. Ну, красиво ведь. Вот он, шпанёныш. Ходит за мной, как на верёвке привязанной. Что? Вон, видите, уже и высохло почти всё. А сколько снега было, да? Ещё два дня и всё. И нету. Как будто и не было. Что? Что ты? Опугливый. А трус? Ой. Ой. Как лезть куда? Туда, куда не надо абсолютно. Это мы не боимся. А так, ну, такой трус. Ой. Ну, зато на таком ветру даже, это самое, бельё сохнет. Несмотря на влажность на такую. Уже хорошо. А то у меня там стирки, надо коврики все стирать. О, видите, вечер, 10 градусов тепла. Но даже пишут, что ощущается, как 4 градуса. Из-за ветра, из-за этого прям. Давно я с вами не прощалась на закате. Ну, вот, правда, вот такой закат, но всё-таки. Машины-то разъездились. Как снег растаял, как гололёда не стало на дороге. Машины прям ездят. А то сидели все по домам. Ну, что? Ветрище сегодня просто прям блой. Я выскочила, думаю, сейчас опоздаю. Не успею на закат. Но успела. Ну, что, мои дорогие? Давайте прощаться. Пойду сейчас ужинать. Да хочу спать лечь сегодня пораньше у меня. На завтра есть планы. Ну, не знаю, буду смотреть, как. Чувствовать себя буду, как нога моя. Ну, если получится, то получится. Вот. Огромное вам спасибо всем, мои золотые. Спасибо. Ой, кто мне только не звонил? Кто мне только не пишет? Ну, вот. Съездила я. Не знаю. Приехала домой. И опять у меня нету ни Воксапа, ни Вайбера. Не знаю. Интернета мобильного нет. Нет, тут всё-таки, видимо, надо его отдавать в ремонт телефон. Что-то какие-то нелады. Всё у меня включено. Но работает через раз почему-то. Не знаю. То даже умудряюсь отправить сообщение, а то просто пишут, нет интернета, и всё. Ну, ладно. Разберёмся с этим делом. Ладно, мои хорошие, вы не болейте. Он, Саша, говорит, мам, как тяжело. Как тяжело вот это болеть. Это заразой. Хотя они молодые. Чё им там? Лет-то двадцать восемь. Ну. Так что давайте как-нибудь. Я понимаю, что не убережёшься. Не убережёшься. Ну, как-то я не знаю. Надо стараться всё равно. Ладно. Так что, мои хорошие, не болейте. Ладно. Ладно. Не грустите. Пусть всё у вас будет хорошо. Пожалуйста. Ладно. Всем хорошего вечера. Спокойной ночи. Ну и пока-пока. Пока, мои дорогие. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!